Всем приветики! Сегодня продолжаем паять. Нужно припаять вот сюда провода. Здесь они были припаяны, но получается вот так вот были припаяны. Но здесь стояло сопротивление, вот оно я оборвал, потому что оно сгорает как бы. Там было еще одно по сопротивлению как бы, но только на другом. У меня два динамика, а на другом и оно сгорело аж вот почернело. И поэтому нужно это отпаять, сопротивление, потому что оно как бы не работает уже. Ну или не то, что не работает, оно греется как бы. Отпаять, вот отпаяли. Оно еще работает, но оно греется. Если оно будет продолжать стоять и работать, то тогда оно также как это почернеет и сгорит. Сейчас оно черное, потому что оно в изоленте. А без изоленты оно как бы будет такое серенькое, как бы. А это уже оно без изолента. И оно не серенькое, оно черненькое. То есть оно сгорело, то есть они нам не нужны. Нам нужно сейчас просто спаять провода. Главное не перепутать цвета, чтобы красный с красным, черный с черным получается. То есть нам надо спаять, получается, где у нас тут красный. Вот он красный. Так, красный с красным получается. То есть вот так вот. Красный с красным. А вот не перепутать. Потому что если перепутать, то тоже будет плохо как бы. И это не очень хорошо. Потом может повлиять на работу. Ну вернее не может, это повлияет. Он может сгореть или еще чем-нибудь такое. Поэтому надо всегда соблюдать. Одной рукой, естественно, неудобно. Это и так понятно. Так, сейчас мы как-нибудь тут изловчимся. Правда, я не знаю, как мне изловчиться. Это довольно-таки не просто. Так, что мне делать? Надо как-то придумать, как мне это положить и как мне это припаять. Так, сейчас, 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 сейчас. Это получается, если так вот. Надо было провод больше оголить, наверное. И тогда у меня бы получилось. А так, я не знаю, как. Как так мне. Ну попробую. Попробую взять припой. Так. Возьмем сейчас припой немножко. Что-то на припой не хочется, кстати, брать. Может он там плохой какой-то. А здесь. Так. И попробуем припаять. Такой как неудобно, я даже не знаю. Сейчас. Надо что-то с этим придумать. Это как-то. Как-то все не очень. А надо было бы, чтобы было очень. Потому что припаять как-то надо. Так, хотя бы как-то. Закрутить их может между собой. Вот что-то типа такого. теперь попробовать припаять. Друг с другом. Вот. Что-то получается вроде бы, да? Один припаяли, а вроде как. И теперь надо второй припаять. Сейчас я попробую это сделать. Так. Ну-ка. Так, так, так. Сейчас мы попробуем. Второй. Точно так же надо паять, наклонить. Потому что другого варианта у меня нет. Их надо было хорошенько заочистить от изоляции, во-первых. Чтобы провода хорошо торчали. Во-вторых. Уложить их так, чтобы было удобно паять. Я этого не сделал. Поэтому у меня сейчас возникают трудности. так, и я сейчас пытаюсь что-то сделать. У меня ничего не получается. Ну и неудобно, естественно, да. Потому что. Так. Надо было бы их еще в канифоль опустить эти провода. Потому что, чтобы на них лучше припой садился. Хотя у меня припой с канифолью он должен так браться. Не, ну это какая-то... Не, ну это ерунда получается, на самом деле. Потому что я не паяю, а получается я пытаюсь провода вместе соединить. А они вообще не соединяются. И получается абы что как бы. Но суть в том, что надо их сложить вместе как бы вот так вот. И прижать паяльником. Так, сейчас я это попробую сделать. Вот они у меня лежат. Почему они не спаиваются? Я вроде бы их... Я вроде бы их уже капаю. И в припой окунул, и в канифоль окунул. Так, ну вроде спаялись как-то криво, косо. Ну спаялись. Так, надо было бы их лучше спаять, конечно же. Так, попробую ещё немножко им добавить. Ещё, кстати, паяльник у меня. Сам по себе он почернел, получается. И здесь вот... Вот это всё почернел надо зачистить. Потому он, наверное, и не хочет паять что-то. Там всё чёрное. Или мне опять напильник брать. Да, может лучше напильником, потому что как-то оно... И так, я взял напильничек. Сейчас мы напильничка немножко подровняем. Ну здесь у нас такое как надо, а здесь немножко тёмное. Зачистить, чтобы было светленько, чтобы нагар этот убрать. Чтобы сюда можно было обратно припой. Вообще, в идеале лучше, конечно же, чтобы припой сюда взялся, чем нагар. А для этого надо зачистить. Так, я зачистил вроде так. Теперь попробую окунуть полностью в припой. Ой, в канифоль. Затем в припой. Чтобы оно взялось на жало. Ну, чтобы жало было таким светленьким как бы. Ну, более-менее так взялось со всех сторон. Так, а теперь... Теперь, когда оно взялось... Получается, красный у нас более-менее нормально спаян. А вот чёрный не очень как бы. Ну, он взялся, но как-то не очень. Поэтому лучше было бы его перепаять, конечно же. Ну, как бы более-более как-то его получше взять. Так, чтобы он полностью припаялся. Вот там какой-то кусочек только припаялся. Припаялся. Я не ожидал, что с этими проводами такая заморочка возникнет. Мне кажется, их надо вообще полностью очистить или что. Просто этот провод, он ещё немножко в изоляции как бы. Я думал, раз-два тыкну пару раз и всё припаяется. Оно не паяется, этот провод ещё в изоляции. И изоляция не хочет давать припаяться. И из-за этого возникают все трудности. Хотя делов-то на одно прижатие и всё. Но не получается, потому что не хочет. Не хочет браться из-за того, что изоляция как бы. В большом количестве на проводе она мешает. Так, сейчас. Ну, блин. В общем, припаял я. Почему-то на камеру ничего не получаю. Как назло. Ой, в общем. Здесь кус шарик такой лежал. Я его просто взял. Жалом этот шарик. И здесь такая капля нависла. Я этой каплей просто капнул. Получается. Где тут оно? Вот оно, эта капля. Оно видно. Этот провод чёрный, который не хотел паяться. Вот он уже запаял. На нём такая здоровая как бы. Здоровая на нём такая как бы наплавленность. Это как раз эта вот капля. Я взял эту каплю. Капнул. Сложил два провода вместе. Капнул. И оно. Вот оно. Капли. Такое здорово осело. И теперь взялось наконец-то таким. Ну, и теперь его естественно надо заизолировать. Чтобы ничего у нас не закоротило. Потому что короткое замыкание это тоже как бы сразу для техники опасно. Она может выйти из строя. Ну, не может, а выйдет. Выйдет из строя. Потому что техника такого не любит. Замыкание всех этих. Поэтому нам надо заизолировать. Все эти проводки. Чтобы потом у нас не было проблем с электричеством. В том плане, что закоротит и всё. И прощай железячка. Больше уже работать не будет. Поэтому. О, здесь ещё такой разъем неудобный. А ещё изоляция мешает. Ну, в том плане, что я не снял всю обмотку с провода. Надо было снять. Тогда было бы всё супер. Ну, так, блин, как и есть, конечно же. Неудобно, но как есть. Так, сейчас бы проверить, как оно работает. И работает ли оно после пайки. Ну, в общем, я запустил. Не работает. Не знаю, в чём причина. Всё везде вроде бы правильно, но не работает. Почему? Не знаю. Надо будет разбираться. Ну, как бы, это уже ладно. Главное, что я... Ну, я уже потом буду разбираться. Может, с самим этим что-то с динамиком. Суть в том, что я припаял. Вот оно уже нормально. Всё запаяно. Ещё мне надо было запаять две вот эти вот штуки, как бы. Две вот эти вот штуки. И для этого у меня есть вот провода, как бы. Я взял себе специально два провода, как бы. Вот один. И там есть второй, так. И сейчас мы припаяем. Так, получается. Ай, оно ж горячее, блин. Ну, я руками. Ого. Ай, ага. Больно. Что-то вообще не идёт сегодня. Пайка не заработала. Плюс за горячей руками взял. Всё вообще как-то всё печально. И неправильно. И неправильно. Так, а как к этому подступиться? Оно маленькое такое. Я даже не знаю, как к этому подступиться. Оно такое маленькое. Оно такое, прям, прям миниатюрненькое. Ну, попробуем. Я не знаю, там видно, не видно, как я это делаю. Так. 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 она и не очень хочет. Так, возьмем побольше припоя. Не, она не хочет, это надо наверно прогонять в эти дырочки. В общем, припаял, но все получается вне эфира, как говорится почему-то. Что я делал? Получается, взял канифоли побольше, потом ею, этой канифоли, тыкнул на вот эту штуку. Именно я так вот делал, чтобы попасть. Правда, фокуса нет совсем. В общем, берем канифоль и после этого тыкаем сюда. И вот здесь уже получается такой шарик, то есть оно попадает с канифолью и припоем прямо сюда. То есть нам надо, чтобы здесь появилось такое как бы место, за которое сможет взяться паяльник. Потому что так оно получается ни разу не паяно и он не хочет браться. А так, мы вот припаяли уже, ну, ткнули туда припоем с канифолью. Просто на канифоль лучше берется припой как бы. И теперь можно припаять. Вот мы паяем и оно уже всё взялось. То есть без канифоль оно не очень хочет как бы. То есть вот теперь, когда мы припаяли, теперь оно должно работать. Берем как бы проверяем. Один контактик ставим сюда. Второй контактик ставим вот сюда примерно. Сейчас посмотрим. вон он работает. Да, работает. Ну вот и всё, припаяли. Это получается, что припаять нужно нам именно нажать. То есть берем изначально на какой-то поверхность, чтобы что-то припаять. Берем канифоль, припой и начинаем туда прижимать. Как бы вот так вот. Пытаясь оставить там пятно припоя как бы. После того как пятно останется, уже смело можно браться канифолью. Вернее не канифолью, а проводами. Во, уже осталось пятнышко такое блестящее. На другую сторону тоже идём. Тоже надо пятнышко такое сделать. Так. Вот теперь у нас два таких пятнышка. Что с этой стороны, что с этой. То есть мы дырочку закрыли. Припоем. А теперь, после этого, у нас есть новые провода. Новые провода мы обязательно скручиваем, получается. Скручиваем. Так. Скручив провода, мы обязательно их макаем в канифоль. После этого берем припой и мажем их припоем. То есть, чтобы у нас появилась такая плёнка на проводах. Как бы серебристая. А лучше вообще макнуть в этот припой. Чтобы появилась такая серебристая плёнка. Вот. Теперь серебристая плёнка у нас появилась как бы. А теперь уже не медный провод, а серебристый. То есть теперь он уже готов к пайке. А теперь просто прижимаем его к нашему контактику на моторчике. Всё. С другим проводом делаем то же самое. Берём провод. Вот он медный как бы. Весь такой растрёпанный. Закручиваем. Чтобы он был одним проводом, а не такой трепнёй как бы. Закручиваем. Теперь у нас один провод, а не такая растрёпанная штука. Окунаем в припой. Затем в припой. Припой какой-то такой не очень плохо берётся. Припой должен сразу браться. А он что-то как-то пока возьмётся. Какой-то некачественный припой, я не знаю. Или может я что-то не так делаю. По идее он должен сразу браться, а он почему-то не хочет. Странно. Может быть потому что он с канифолью, но всё равно без канифолью он не хочет бояться. Я думал легче бояться, будет раз канифолью. Не. Вот. Теперь она стала серебристой. Какой было и какой стал. А теперь просто прижимаем контактику и припаиваем. Вот жмём просто. Нам нужно просто соединить их как бы вместе. Всё. Вот и всё. Вот он наш прибор уже подсоединён с двух сторон. И к этому же прибору обратно таки. Можно подсоединить батарейку, проверить, работает ли оно или нет. Ага, у меня контакты закрыты. Но можно их открыть как бы. Берём так не полностью, но прижимаем как бы ножик под углом, чтобы создать. Затачиваем карандаш. Оголяем контакты. Так. Оголив контакты. Изоляцию можно оторвать, она нам уже не нужна. Так. Отрываем. Всё здесь тоже можно закрутить, чтобы она не торчала. А здесь сделать то же самое. Зубами некоторые сливают. Мне не надо зубами. Лучше или плоскогутцами, либо каким-нибудь ножиком. Даже вот так вот. А есть специальные такие кусачки. Ну, вряд ли у кого-то. Ну, то есть я вот, например, этим занимаюсь. Сейчас вот занимаюсь, у меня нет таких специальных, которые могут именно провода снимать. Это только уже вот тех, кто именно проводами часто занимается. Вот. И теперь пробуем. Подсадяем. Причём не важно к любой стороне. Он будет либо в ту сторону, либо в эту крутится. Работает. А если перевернуть, то он будет уже в другую сторону ехать. О, работает. То есть наша пайка, что моторчиков оказалось нормальной. Вот она. Припаяна. Таким вот образом. Так. Что один моторчик. Что вот второй моторчик припаян. Ну, вот. Что. Вот его я припаял тоже. Он был порванный. Столы припаяны. Вот они вместе спаяны. Но почему-то не работает. Или что-то там, наверное. Или из-за того, что обрывы. Я не знаю. Либо что-то не так. Надо выяснять. А так вот. Вся пайка. Как-то так. На этом всё. Всем пока. До свидания.